Привет, спасибо, спасибо, что пришли на этот DevOps Meetup. Мы сегодня поговорим о разных темах. Меня зовут Толя. Я думаю, вы уже обратили внимание на саму презентацию. Первым выступлю я. Тут такая темка, ну, в общем, какая есть. CICD pipeline configuration as a code, ну, also known as jobconfig. Вторым выступит Вова Цельм с докладом infrastructure development using console. Ну, по сути, это будет live demo. Это вот Вова, пожалуйста. И заключительный доклад будет за Максом Мазуром. Да, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Это выход в production с незапронированным лодом. Ну, то есть, такая тоже холиварная тема. Я бы попросил всех прямо сейчас взять свои мобильнички и выключить звук. Ну, просто, правда, очень отвлекает. Если кто-то что-то позвонит, знаете, просто мысль может сбиться. Поэтому вот такая просьба, прямо как в театре. Мы постараемся вложиться в 45 минут с ответами, но будем смотреть по ситуации. Но желательно, короче, вложиться в это время, чтобы все могли выйти в туалет, попить водички между докладами. Так что постараемся вложиться в это время. Вот. Ну, в принципе, все. Я как бы обрисовал схему. Поехали. Первый доклад – это я. Вот. Так, и что ж ты не работаешь теперь? Работала же. Ну, а. Ну, да. Нужно же включиться. Вот. То я такой. Я девопс инженер в Grid Dynamics. Вот тут, ну, я думаю, понятно плакатики. Работаю уже девопсом почти пять лет. Разные там пайплайны строил, фектори. Вот. Поэтому, ну, что-то по этой теме вроде как знаю. Вот. Поэтому могу рассказать немножечко. Вот. О чем мы сегодня, в принципе, поговорим? Это зачем вообще такая схема нужна? Какой бизнес-кейс для этого? Ну, и что нам вообще для этого надо? Какие реквизиты для этого? Расскажу, что есть вообще этот самый job config и зачем нам вообще какая-то хрень под названием config процессор. Какой-то намек на real case. Ну, я более просто подробно расскажу, как это реально работает. Какие у нас есть troubles и issue. Ну, и где мы это можем применить, а где применить не сможем. Ну, то есть в каких случаях, короче, это работает, а в каких это полный отстой. Вот. Итак, начнем с бизнес-кейса. Итак, первый пункт – это зачем вообще-то вообще такое решение нужно? Это если у вас в вашей команде, в командах есть какие-то security limitations. То есть вы, допустим, запускаете… У вас есть Jenkins job какая-то, которая билдит проект. Ну, там, Mavin, Gradle или еще каким-нибудь. Или просто S-H у вас какой-то, который билдит. И вам говорят, что вот команда, которая сидит за соседним столом, она вот билдить ваш проект не может. Она может только свой билдить. И тогда вам нужно что-то с этим делать. Вам нужно две в жопы. Или три, или пять, или тысяча. Ну, то есть все зависит, конечно, от команд. Второе – это если у вас есть multiple release процесс. То есть если у вас, допустим, либо в продакшене есть несколько релизов, и вам нужно к каждому релизу делать отдельные там билд патчей. Либо у вас релиз заканчивается тогда, когда выкатывается в продакшен. А перед этим этот же самый код билдается на более новых бренчах, на каких-то более новых фичах, фичи-бранчах, или хотфиксах, или еще как-то. И вам нужно все равно мониторить тот самый код, который есть в продакшене. Ну, грубо говоря, если что-то сломается, и нужен какой-то хотфикс. И эти джобы между собой несовместимы могут быть. Ну, то есть там добавили какие-нибудь новые параметры, или вообще там, я не знаю, поменяли версию языка, на котором билдится. Ну, например, с джавы седьмой на восьмую перешли, или там, не знаю, с восьмой на одиннадцатую. Ну, неважно. Разные команды. Тут такая тема. Если вы бахнете одну джобу, которая будет билдить все вам, да, одинаковые, то не очень удобно командам понимать, а где же их билд джоба, и с какой джобы забирать артефакт. Ну, то бишь, это просто не очень удобно. Что есть четвертый пункт. Удобство. Оно, конечно, так себе, но оно удобство не для вас. То есть для джобса это, конечно, найтмар. Когда у вас две сотни или там, две тысячи джоб, которые нужно мейнтренить каким-то образом. Там, как бы, и вы ходите по UI, тыкаете в каждой джобе, добавите, не знаю, там, флажок какой-нибудь. Это, ну, как бы, понятно для вас, печально. Но для команд это удобно, потому как они знают точно, в какую джобу они могут зайти, и в каком месте им всегда одинаковая ссылка. Они все там забукали в хроме, там, букмарку сделали и заходят. То есть все очень удобно для них. Что нам понадобится для того, чтобы реализовать такую схему? Ну, первое, это, конечно, гид. Без гида нам будет тяжело. То есть мы хотим сделать так, чтобы наши джобы не создавали проблем. То есть чтобы у нас не было UI вообще. И мы не ходили, не тыкали две тысячи джоб ручками по UI. Ну, а так как Jenkins такая не очень быстрая штука, то протыкать даже 50 джоб займет у вас какое-то время и очень много нервов. Соответственно, мы хотим этого избежать. И поэтому будем использовать какой-то иной метод хранения, будет GitLab. Значит, как мы можем еще улучшить все это? Ну, конечно же, надо Jenkins. Это без вариантов, да? Но нам приходит на помощь так называемый джоб DSL плагин. Что это такое вообще? Это я расскажу чуть позже. Ну, и последнее, это, конечно, Groovy. DSL написан на Groovy, но тут можно заменить вот эти две колоночки. Можно заменить Jenkins Job Builder и Python, если кому не нравится Groovy и DSL. Ну, если есть такие, то пожалуйста. Если мы посмотрим на джоб DSL, то это, по сути, такой Groovy Clojure, который описывает джобу. Ну, собственно, я здесь описал наипростейшую джобу с одним-единственным степом Maven Test. Так, чисто чтобы посмотреть, как вообще выглядит DSL. Здесь, соответственно, я поставил description, это optional вещь, то есть вы можете, в принципе, не ставить его. Дальше я сделал некий SM, да, из гитхаба просто вытянул из тестового орга java-test репу. И эту репу просто Maven Test там прогнал прямо из корня. То есть, ну, мы типа подразумеваем, что помник лежит прямо в корне. Вот. Такая вот джоба вышла, то есть есть вот сид, и вот он загенерил build-джобу. С таким одним build-степом. Вот этот DSL добавляется в специальную сид-джобу. Я ее чуть позже покажу. В чем же заключается фишка DSL? Фишка DSL заключается в том, что он позволяет внутри себя прогонять любой груийный код. То есть вы можете поставить внутри груийный цикл и прогнать сверху самого DSL. И это считается валидным DSL. Соответственно, он вам… ну, в этом примере я сделал три степа. Вот они три степа сделали. Ну, я просто для примера, как работает. Понятное дело, это нереальный кейс, я так игрался. Что это нам позволяет сделать? Это нам позволяет создать некий base-класс job, например, build, в котором у нас будет описан весь build и в него вы можете уже потом передавать параметры, сохранить эти файлы как просто в гите каким-то образом засторить и потом прогоняя чекаут этих из гита и прогонять сит-джобой просто, подавая на вход самой сит-джобой, просто имена этих файлов он их будет трекать, ну, он их будет читать DSL-ными файлами. То есть все-все просто. Мы запушили там 2000 файлов, в которых у нас есть наши джобы. То есть мы уже защищены от UI-ных изменений. Но все равно поменять 2000 файлов, даже там с седами АВК, это будет тоже не такая простая задача. А если там нужно прикрутить что-нибудь сложное, то это будет очень непростая задача. И, соответственно, в принципе, хранить 2000 файлов, это так себе идея. Поэтому можно все это немножко обернуть. Обернуть, это оборачивается, ну, в данном случае это просто в класс обернуто с одним статичным методом job, в котором, собственно, и определяется это job. То есть теперь мы обернули класс и можем подавать хотя бы job name. То есть у нас не просто build он называется, как вот в этом примере. А теперь мы можем вызвать maven build job и указать там имя, я не знаю, build2, buildprod, buildstage, я не знаю, что угодно. То есть уже у нас есть какая-то кастомизация. И теперь нам уже 2000 файлов, в принципе, не нужны. Мы можем, в принципе, бахнуть, ну, там, допустим, 20 и подать просто на… c job подать вот эти name или какие-то другие параметры, которые есть внутри job. Ну, так как это очень простая job, то в целом как бы здесь как бы не надо это. Но если у вас будет более сложный там со всякими выкрутасами в плане, не знаю, там, чекаута различных reap, различные там скрипты кастомные вызываться, то, ну, он будет, конечно, побольше и параметров можно туда передавать, конечно же, тоже много. Вот. Тут выходит на сцену тот самый job config, о котором я с самого начала рассказываю. Что это вообще такое и зачем это вообще нам надо? Вроде как все нормально, да, у нас есть base class, мы туда можем бахать параметры. Но, как показала практика, этих параметров становится настолько много, что передавать их в одной строчке становится, ну, просто неудобно. Ну, то бишь, build job принимает себя там, ну, вот я лично на своем примере могу сказать, ну, там, 90 параметров, там, 120 для deploy job, например. То бишь, в принципе, это уже такие величины, которые как бы задумываешься о том, а вообще стоит как бы 90 параметров прочитать в одной строчке, это так себе идея. Поэтому двигаемся более высоким, более высокий уровень и пытаемся создать DSL над DSL. Ну, это так себе задача, но по сути это такой config к DSL, который позволит нам передавать параметры внутрь классов. Что мы вообще от такого DSL или config ждем вообще, в принципе? Какие нам, ну, это как бы мы так с ребятами собрались и подумали, а что нам вообще от config надо? И первое это, чтобы каждый элемент в нем был job. То есть, в принципе, да, у нас config, и мы начинаем, говорим, типа, вот каждый элемент у нас job, каждый map. Да, ну, так как мы выбрали немножко другой параметр, то каждый closure для нас будет job. Дальше мы подумали, что неплохо было бы импорт-экспорт запилить, ну, то бишь импорт точнее, из external файлов. Зачем это нужно? Ну, например, у нас есть там 50 параметров, которые для всех вообще job одинаковые. Ну, то есть, мы, грубо говоря, делаем какой-то большой глобальный config, в котором мы указываем конфигурацию абсолютно для всех job. Это касается, например, там, permission, или какие-то, не знаю, там, опять же, там, галочка показывать время в консоль логе. То есть, для всех проставить эту галочку, ну, как бы удобно, что они есть в уже готовом конфиге, в котором можно просто заимпортить. Дальше reusable блоки внутри одного файла. Это интересная такая, она прислала не сразу, это требование. Оно позволяет что делать? Оно позволяет вам указать какие-то параметры, которые внутри файла можно переиспользовать. Ну, грубо говоря, такой variable storage, который вы можете переиспользовать внутри одного файла, чтобы просто job не была настолько большая. А они будут, поверьте, очень большие. И последняя такая штучка, это file-wise variable. Это значит, что, грубо говоря, такая common секция, которая инклудится вообще во все абсолютно джобы, которые есть у вас в конфиге. Позволяет она сделать простые вещи, типа, вот опять же, вы, допустим, используете какой-то проект в гитхабе или просто линку на гит какой-то. И чтобы ее просто в каждой джобе не указывать и не импортировать ее из файла каждый раз, вы ее просто, грубо говоря, в верхней секции указали, она во все джобы поинклудилась. Ну, довольно удобно. Ну и, понятно, джобы должны быть каким-то образом связаны с тем самым классом, который вы уже посоздавали. Ну, а иначе как она создастся, собственно. Вот, теперь формат. Как? С этим довольно сложно определиться. Ну, как бы самый простой вариант – просто использовать что-то готовое. Там JSON, YAML или еще что-то XML, но это совсем для old-фагов. В целом, если вы будете использовать, допустим, вместо DSL и Jenkins JobBuilder, там уже встроен YAML. То есть, в целом, вам уже это не нужно думать, но там тоже есть свои приколы. Второй вариант – это, конечно же, изобрести свой какой-то формат, придумать какие-то свои брейк-поинты, придумать что-то. И третий вариант – использовать такой же формат, как в JobDSL. То есть, это просто грубик лажура, которая потом импортится как-то внутрь самого сид-процессора. Ну, в общем, мы строили, строили и, наконец, построили вот это. Какой кошмар. Оно, короче, здесь на двух сторонах, ну, это, в общем, перенос вот так, потому что оно просто не вмещалось на один экран. По сути, это имплементация тех самых пяти поинтов, которые мы избрали для себя как необходимые для нашего конфига. Это импорт, это common секция для всего файла, это reusable блоки и сами жобы с ссылкой на вот такой вот файлик, да, в котором я указал просто в билде, я указал ссылку на base class. Итак, что такое common секция или файл-вайз, да? Это, по сути, набор каких-то тоже клажуров, которые внутри могут быть тоже клажурами и так далее до бесконечности, которые просто инклюдаются в каждую Job. То есть common секция, она, ну, она наиболее для распространенная, ну, вот как здесь, да, видите, я указал просто гитхаб-репу с оргом и с репой. В целом, ну, как бы вы можете здесь указать много чего, и она будет инклюзиться в каждую из них. Дальше импорт. Мы избрали для себя слово импорт как кейворд, импортцы, импортцы, да, чтобы не путались там со всякими кейвордами существующих языков. И этот параметр, этот кейворд, он принимает себе на вход либо список файлов, или начинающихся с двух подчеркиваний стрингов, которые являются, по сути, собой секциями, о которых я чуть дальше расскажу. Соответственно, импортируют в Job файлы или секции. Импортируют слева направо. То есть вы можете в одном файле что-то написать и потом в следующем поэверрайдить. Секции. Ну, собственно, они нужны для того, чтобы импортиться, и по сути они являются копией common секции, но они не инклюдаются автоматически. И, соответственно, их можно инклудить в каждую Job. Они равноценны с файлами, но, опять же, порядок импорта слева направо. Все, что левее, импортится раньше, все, что правее, позже. И джобы, собственно. Собственно, именно Job. Все джобы будут содержать в себе все абсолютно вариаблы, указанные во всех common секциях или файлах, которые вы заимпортите. То есть, грубо говоря, вызывая какой-то Job конфиг, у вас там будет полный набор всех вариаблов, которые там вообще есть. Теперь конфиг процессор. Что это такое? Это, собственно, такой небольшой грубийный класс, который берет, собственно, этот вот файлик, парсит его на киверды, подставляет в каждую Job эти самые вариаблы и полностью генерирует вам огромный Job конфиг. Ну, вот этот вот весь Job со всеми-всеми вариаблами, которые в него входят. И передает его на seed-экзекьютор. Seed-экзекьютор, собственно, просто берет все Job конфиги, которые загенерились конфиг процессором из файла. Из файла. Он в себя принимает файл-нейм, который, собственно, вы там создадите. У меня, например, это был test.gt. То есть и генерит его в конфиг процессоре, который я рассказал. И, по сути, конфиг процессор там, я просто не стал пастить код с него, там просто конфиг сларпер с вычеткой самого файл-нейма. И переборка всех наших кейвордов, и включение, собственно, в каждой GC всех вариаблов. Ну, это для тех, кому интересно. И, собственно, создает Job класс и возвращает все Job конфиги. Собственно, сама Job седовая выглядит вот таким вот образом. Там есть процесс Job DSL. И, собственно, в DSL скрипте вы просто указываете, допустим, что это seed-экзекьютор, run-seed, и с таким-то файлом, который вы там из гитая зачекаутите или положите локально, неважно вообще. Вот. По сути, это фреймворк из двух файлов. Из конфиг процессора и seed-экзекьютора. Все, больше там ничего нет. Но таких Job конфигов вы можете создать огромное множество. У нас их было, я не знаю, наверное, несколько десятков. Они для разных проектов, для разных команд были сделаны. Ну, то есть там как бы вы будете уже группировать эти файлы, как бы все равно. Что можно вообще тут сделать? Ну, то есть два файла и все. Ну, это как бы, скажем так, не особо, ну, как бы не очень удобно здесь. В таком формате работать с этим не так удобно. Но я как бы тут не для того, чтобы решение вам предложить, я здесь для того, чтобы предложить вам подход. Что вы можете здесь сделать? Ну, первое, это, конечно же, ООП. То есть в целом вы можете все вынести в различные классы, функции, сделать какие-то обвязки, сделать кучу хелперов, каких-то библиотек, коллекшенов, функций. Ну, то бишь сделать это более таким большим солюшеном, где вы под свой конкретный проект заточите те или иные хелперы, запилите какие-то вещи, которые вам помогут генерить жобы. Ну, то бишь, да, если мы возьмем даже такой класс, сейчас, такой класс, да, допустим, то в целом он очень прост, да, он слишком прост, и вот тут name передается какой-то, и все. Ну, в целом, как бы, вот эта вот часть, где сама джоба, она на самом деле очень большая. Если взять какую-то козырную джобу, то, ну, вы там, как бы, там пару сотен строк кода. То есть, ну, в целом, как бы, это довольно неприятно. И, как бы, желательно, конечно, это вывести в какие-то хелперы, в какие-то коллекшены. Дальше это, конечно, non-flat структура. То есть, здесь я просто положил файлики прямо в корень и вместе рядом с этими двумя файлами. Ну, то есть, это так себе решение. То есть, желательно, конечно, все это вынести в какую-то нелинейную структуру, в какие-то фолдеры, может, даже в какие-то отдельные репозитории. Ну, и можно сделать какой-то вообще fancy stuff, типа сделать все это джарником каким-нибудь, версионирование какое-нибудь припилить. Ну, то есть, можно уже тут играться как хочешь. То есть, в целом, как бы, можно дальше крутить, вертеть. Ну, и теперь к пайплайнам, да. В целом, пайплайн можно также запилить на этом движке. И в целом, как бы, это несложно. Мы делаем тоже job-конфиг, в котором мы в джобе делаем большую мапу с различными пайплайн-степами, которые мы здесь указываем. И к ним, ну, я просто здесь как пример сделал параметр branch name, который прокидывается внутрь самого пайплайна. И, соответственно, просто одним большим циклом переборки этих степов вы создаете внутри пайплайна огромный, ну, какой-то большой, длинный пайплайн. То есть, тоже работает. При этом это работает как для фристайловых джоб, так и для пайплайновых джоб. То есть, в целом, вы можете не фристайловую джобу, да, не билд, а бахнуть пайплайн и параметром передавать ему сам Jenkins файл. Если у вас таких пайплайновых джоб много, то, ну, как бы это тоже будет работать. Ну, теперь перейдем к не очень веселой части. Это troubles and issues. Что вообще в реальности происходит с этим решением, а оно в реальности существует? И как с этим борются некоторые товарищи? Ну, первое, это… Ну, реального кейса я, конечно, вам не скажу. Ну, это, извините, NDA. Ну, близкие, короче, вещи могу приоткрыть завесу от реального проекта. Ну, первое, это, что реально случится, это очень сложный solution будет, в конце концов. Он будет реально очень-очень непрост. В понимании, в том, с чего начинать вообще investigation, если что-то сломалось или еще что-то. То есть это будет довольно сложно. Но с этим можно бороться. Первое, это нужно, конечно, каким-то образом отсортировать ваши файлы, то есть разложить их в какие-то фолдеры или репозитории, или еще каким-то образом это сделать. Ну, то есть захендлить этот вопрос, может, по-разному. Конечно же, разделить job-конфиги. В принципе, вы можете с одного job-конфига все это делать, но желательно, конечно, файлики разделить. Создать, конечно, то, что я вам говорил, какие-то либо коллекшены, хелперы и прочее, чтобы у вас не было нагромождения одинакового кода внутри и самого job-конфига, и бейс-классов, и вообще много где. Ну и, конечно, создавайте какую-то документацию. Ну, конечно, вы можете попробовать держать все в уме, но как только вы ливнете с проекта, а вы, в конце концов, когда-нибудь ливнетесь с того проекта, то так себе будет людям продолжать. Следующая такая не очень тоже хорошая тема – это просто пожар в одном месте, когда вы делаете какой-то дебаг. Проблем там несколько. Первое – это вы не поймете, где вы налажали, пока вы не запустите сид. То есть если вы где-то ложнете в job-конфиге, что-то не туда поставите, вы пока сид не прогоните, вы не поймете этого. Второе – это вы можете налажать где-нибудь job-конфиге, а stacktrace вывалится вообще даже не от ваших грувийных файлов. То есть они вообще будут даже не related к нему. Но суть будет в том, что вы просто в job-конфиге где-то, не знаю, там вместо стринга int указали или еще что-нибудь такое. Ну, то бишь, это будет не очевидно. Ну и, конечно же, ошибки серии, там, не знаю, любимые всеми JV-ный null pointer exception, там, где вы вообще не ожидаете его. Ну, то есть совсем не об этом ошибка, то есть она не о том, где вы ошиблись. Это, конечно, создает трудности. Ну и, конечно, это займет время. Это займет какое-то время. Например, чтобы войти просто в проект, который уже был в такой структуре, нужно примерно месяца два. Для человека, который вообще ничего не делал, не разбирался, ему нужно два месяца и ментор, чтобы войти в этот проект. Но если там, конечно, там несколько десятков файлов, уже там все заоопешено, все там различными хелперами и всяким разным фэнси-стафом обвешено, то да, это будет сложно. Плюс вам нужно время на поддержку самого салюшена. То есть даже если к вам придут и скажут, типа, а давайте-ка мы добавим новый пайплайн, а вы такие, ну давайте, а у вас там, допустим, я не знаю, что-нибудь надо какой-нибудь хелпер новый добавить. Да, вы там сидите, короче, вместо этого там пайплайн добавляете. Ну то есть это тоже занимает время. То есть сам хелпер написать, те же либо поорганизовывать каким-то образом, то есть это тоже требует времени. Это нужно понимать. Ну и последняя часть, собственно, а к чему это вообще применить? Так-то это прикольно, конечно. Мы тут поболтали, там какие-то груинные файлы, какие-то конфиги непонятного вида посмотрели. А куда это применяется? Ну начнем с того, зачем? Вообще зачем нужен такой салюшен? Ну первое, конечно, это лень. Ну это очевидно, я думаю. То есть всем лень, реально 10 тысяч джоп, ну ладно, 10 тысяч это нереальный случай, но 2 тысячи это реальность. Я как бы сталкиваюсь с ней каждый день. 2 тысячи джоп, проапдейтить каким-то, я не знаю, там одной галочкой, это реально сложно. Ну то бишь это реально займет очень много времени. В таком же подходе это займет минут 20. Ну то есть вы в одном месте поставили, там в global config добавили его, эту галочку, и он там как бы прогнали сид, он везде эту галочку проставил. То есть очень удобно. Второе, это, конечно, trackability. По сути у вас все джобы, это конфиг, который лежит в гите. То есть вы можете посмотреть, кто что изменил, когда, что на что поменялось. Очень более информативно, чем просто job history в том же Jenkins. Ну то бишь это job history в Jenkins такси информативность. А здесь у вас как бы будет полный дифф файлов. Вы можете посмотреть, кто поменял, на что поменял, когда и так далее. Третье, это, конечно, сильное упрощение всей конфигурации. То есть у вас по сути один файлик, в котором вы все прописали, добавили его просто в git, прогнали сид и все. То есть вы просто скопипастили последний удачный проект, поправили там имена, грубо говоря, для job, и просто прогнали сид. Ну то бишь это такси сложность. То есть все очень просто становится. Дальше это прозрачность. Ну то бишь вы, понятно какие джобы, понятно откуда они, с какого проекта. То есть вы можете все поорейнджить, и будет ясно, где какая job лежит. То есть вам не нужно ходить в сам Jenkins на UI, вы себе репу локально склонировали и там как бы все ищите. Поэтому это как бы очень удобно. Ну и последнее, конечно, это agile. То есть вы можете очень быренько что-нибудь поменять, быренько что-нибудь налажать. Ну то есть это знаете, как и в любом CD, в любом configuration management, вы когда там, не знаю, какой-нибудь Puppet или Chef или Ansible прогоняете, да, вы как бы если ошиблись, то ошиблись на всех серверах сразу. Вот. Ну тут то же самое. Теперь же перейдем к кейсам. Каким? Ну первое это персональный фреймворк. То бишь вы приходите на какой-то новый проект, либо вы там меняете компанию, либо внутри компании переходите на какой-то новый проект и хотите не начинать сначала, не пилить каждый раз Jenkins, а вы просто достали, грубо говоря, Docker image Jenkins, подняли свою репу, запилили job config и у вас через там 2-3 дня уже готовые пайплайны для каких угодно проектов. В принципе это ну как бы реальность. Я как бы подтверждаю самолично, на Builder делал пайплайн, который реально я за 7 часов я его запилил конфиги, плюс там пару дней на дебаг, то есть за 3 дня полностью вообще пайплайн для абсолютно незнакомого проекта. Я первый раз вообще его видел в глаза. Я не видел ни реп, ничего вообще. Мне сказали, вот там помник, вот там репа, вот такие нужны, вот такой результат нужен. Я просто взял, поднял и пожалуйста. Второе, это если у вас ваш аппликейшн, сайт или еще что-то, это микросервисная какая-то большая борода. Как бы да, архитектура. Это микросервисный ад называется. То есть если у вас один какой-то сайт и в этот сайт реально грузит 70-100 маленьких каких-то аппликейшенов, то вам такой подход очень подойдет, потому как все такие аппликейшены будут билдиться и их пайплайны будут очень схожи друг между другом. Третий вариант, это если у вас просто есть хотя бы 10 аппликейшенов, которые вам нужно каким-то образом мейнтейнить и их пайплайны, они как бы тоже будут занимать какое-то время. Поэтому, ну как бы с 10 можно начать, а там как бы уже посмотрим, грубо говоря. Ну и четвертое, просто потому что хочется. Ну что-нибудь новенькое, что-нибудь интересненькое, всегда хочется. Теперь варианты, при которых нам это делать, ну не стоит. Я бы не рекомендовал. Ну и первое, это всего лишь один аппликейшен. Ну то есть если у вас, грубо говоря, пять жоп, один аппликейшен, вам такой подход не нужен от слова вообще, потому как вы потратите кучу времени на то, чтобы сделать фреймворк, разработать, потратите кучу ресурсов на обучение людей, с которыми вы работаете. И в итоге вы будете билдить один аппликейшен, и пять жоп, ну так все. Вы не подсчитали, сколько это будет стоить по времени. Ну то бишь у вас есть, допустим, там 15, например, аппликейшенов, да, и у вас есть какие-то там пайплайны. И, ну, вы как бы не готовы к тому, чтобы саппортить, что саппорт просто этого, на саппорт самого фреймворка уйдет больше времени, чем на то, чтобы просто пойти в UI и натыкать жобы. То есть, ну как бы нужно смотреть, насколько жобы сложные, насколько вы контролируете процесс самостоятельно. Ну, грубо говоря, вы там каждый день ходите, правите в Дженкинсе что-то. Или наоборот, вы там, короче, сделали два года назад, оно так и работает. Ну, то есть, вот есть как бы небольшие такие moving parts, да, движущиеся части. Ну, и последнее, это очень маленькое количество job просто. Ну, грубо говоря, у вас одна job, которая делает все, и у вас там десяток аппликейшенов, да, и 10 job. Ну, 10 job реально проще поправить руками, чем делать большой фреймворк, в котором вы там сможете что-то впилить. Но, с другой стороны, у вас возникают всегда соблазны, каким-то образом это автоматизировать в любом случае. Ну, то есть, вы там напишите какие-нибудь, не знаю, там, XML или еще что-нибудь, которые вы просто будете статично править и загружать точно так же. Ну, в целом, как бы этот фреймворк тоже сработает, если у вас мало job, но тогда его нужно просто очень-очень голым использовать. То есть, наиболее, наиболее раздевать как можно дальше. То есть, грубо говоря, с теми двумя файлами можно работать. Вот. И, как бы, как заключение, такие, типа за и против. Что нам дает, что нам не дает? Значит, что нам дает? Это очень быстрое создание job с нуля, но при условии, когда у вас уже есть готовых классов достаточно. Ну, то бишь, вы уже сделали там build, там какой-нибудь promote, я не знаю, там pipeline либо какой-то запилили. У вас он уже типа готов. и если вы, грубо говоря, будете просто создавать на основании уже существующих классов, просто параметризировать ваши готовые джобы, то в целом это будет очень-очень быстро. Ну, как я вам сказал, то есть, я незнакомый проект, вообще первый раз глаза вижу, поднял полностью за три дня. То есть, это реальный кейс. Дальше, ну, это version control, конечно. То есть, у вас, грубо говоря, можете в любой момент откатиться на предыдущий вариант джобы, прогнать seed и все. Восстановиться очень просто. Дальше, если у вас, допустим, сложилась какая-то проблема, то пофиксить ее будет очень просто. Грубо говоря, у вас есть все конфиги, вы как бы нашли проблему, пофиксили, перезалили, да. А в Jenkins, если вы просто через UI будете это делать, то вам нужно будет пойти перетыкать все джобы, пересмотреть все, везде не ошибиться еще раз там, когда вы пытаетесь все это пофиксить. то бишь, это будет чуть-чуть попроще. И добавление какой-то generic функциональности будет даваться сильно лучше, потому что вы не должны это делать для всех, а только в одном файле, грубо говоря, добавить и все. Что я имею в виду по generic функциональности? Например, вы хотите, чтобы ваши джобы на фейлы слали какие-то имейлы. Ну, например, да. Вы хотите, чтобы если случился какой-то фейл, он вам послал имейл. Но если у вас вообще ни в каких джобах не прикручен этот пост метод, то как бы пойти в двух тысячах джобах пофиксить, то это будет как бы добавить, это будет очень долго. а так в одном файле это прописали, один сделали хелпер, который это прописывает просто и все. И забыли навсегда. Да, что там, что плохое? Ну, то, что я говорил, дебаг это просто, это, ну, это беда этого салюшена, дебаг будет очень-очень painful. Поменять одну джобу дороже, чем просто пойти в UI ее поменять. Да, если у вас проблем в одной единственной джобе, то, конечно же, пойти ее поправить через UI сильно проще, чем как бы пойти в гид, сделать бренч, сделать изменения, сделать какой-то мерзже квест, попросить какого-нибудь вашего коллегу поревьювать, он замерзжет, потом это выкатить. Ну, то есть, это реально займет час, если это маленькое изменение, а на UI это займет у вас пять минут. То есть, ну, как бы есть, действительно, такая проблема есть. И сработает этот solution только если у вас достаточное количество джоб. То есть, он не работает на маленьком количестве джоб вообще. Ну, он очень плохо будет работать. То есть, вы будете тратить сильно больше времени. В принципе, это и все. Если есть какие-то вопросы, вот давайте микрофончик вот товарищу. А как обстоит дело с перезаписью, переопределением тех или иных переменных в джобе? Потому что, ну, мне, честно говоря, не совсем стало понятно, когда вот у нас есть два файлика, мы там в какой-то файлик наскладировали общие, да, команных переменные, как бы все классно, замечательно, и у нас есть необходимость какую-то переменную общую для всех, для отдельно взятых там одного или одного десятка джоб переопределить? Вы можете это сделать в двух вариантах. Вы можете пойти в самой джобе это переопределить, если зайдете в сам... Без UI можно? Да, 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 конечно. В самом джоб конфиге, если вы, допустим, хотите, вы там наконфигурили глобал какие-то, да, и вы хотите какую-то более специфичную переменную сделать в джобе, вы можете прям там ее переопределить. И последней инстанцией будет считаться то, что вы определились в самой джобе. В классе этой джобе? Да, да, да. Спасибо. Вот там сзади. Ну, а куда же без меня? А не было ли у вас смысла использовать что-нибудь типа хьеры в качестве бэкэнда? Там уже есть готовые инструменты для дебага, для замены и всего остального? Не было, ну, как бы, в целом не было необходимости. То есть такого рода именно проблем с дебагом именно с самих файлов не было особых. Проблема именно с тем, что когда... Ну, скажем так, часть тех проблем, которые вы описали, это решает? Да, да, да. Вполне возможно, да. Это можно использовать. Да, вполне. Вот, пожалуйста. А вы могли бы сейчас вернуться на слайд, где был agile approach, да, гопничек там. Вот. Меня интересует как раз agility здесь. Могли бы вы поделиться практиками как по тому, как не превращать менеджмент всех этих большой кучи пайплайнов в какой-то ад, когда мы ой, не то изменения внесли, ой, ну, то есть какие-то, может, тесты вы начали делать и где-то вы поднимаете там... Да, да, да. Смотрите, мы... Ну, во-первых, это просто, во-первых, это прогоняется через стандартный review процесс такой же, как для девелоперов. То есть, грубо говоря, мы все это делаем в каком-нибудь гитхабе, лабе или еще чем-то. Ну, я там как раз на одном из первых слайдов при реквизитах писал. То есть, желательно это делать в каком-то уже существующем салюшении. Это есть staging environment. Да, да, да. Я просто к этому веду. Первый этап – это обязательно использовать review. Второе – это, что мы прикручивали, это как минимум валидация самого конфига, чтобы вы не сломали просто, грубо говоря, синтаксис. Потом мы делали, ну, собственно, dev, просто прогоняли dev. На dev Jenkins'е прогонялась эта самая job, и если у нее как бы статус ok, то, соответственно, все ok. Ну, тут проблемы начинались, когда там не ok. А так, да, то есть, какие-то конфиги, которые не работают, они в мастер не заходили. А можно еще? Валидация синтаксис – это ваш какой-то был самописанный solution? Да, ну, собственно, он на основании того же конфиг-процессора и написан был. Ну, собственно, там то же самое, просто он выдавал результат. Если он не ok, то он просто валился и говорил, типа, вот в этой строчечке ошибка. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Да, спасибо за рассказ. Скажите, пожалуйста, может, я как бы что-то не понял до конца, но почему бы, допустим, чем плох solution, например, те же job конфиги раскатывать каким-нибудь Ansible и хранить те же конфиги под него, там же темплиты, все это остальное тоже в репах. Да, да, да. Я понял, я понял идею. Был такой же вопрос у меня. Все очень просто. Проблемы никакой нет в этом. Просто сам job DSL это стандартный solution от разработчиков. Я так понял, что там часть разработчиков самого Jenkins участвует в DSL разработке. Поэтому он стандартизированный. То есть, грубо говоря, мы можем не париться о том, что он генерит. То есть, мы исключаем уровень самого DSL. То есть, грубо говоря, там XML генерятся в итоге. Если вы зайдете на сам DSL плагин, то он генерирует XML в конце. Вы можете и сами их генерить, не проблема. Но DSL просто более стандартный язык, который уже сделан людьми. И он, по сути, является сорсом правды. Мы как бы мы говорим вот если он умеет, вот он умеет. Если не умеет, то извините. Да, и кстати, я хотел заметить, я просто не указал этого нигде в презентации и забыл немножко, что последние версии DSL умеют кастомные плагины. То есть, если вы написали какой-то кастомный плагин для Jenkins, вот в последних версиях DSL он тоже умеет DSL. Но вам нужно обязательно, если это самописный плагин, он должен иметь интерфейс DSL, и он там описан. Но это просто такая ремарочка, которую я просто вспомнил. Еще какие-то вопросы? Нет? Ну тогда, тогда. Спасибо.